Дома молитвы И сегодня мы говорим о семье. Сегодня мы пришли сюда не просто говорить о семье, но в первую очередь это поклониться Богу. Потому что Бог наш достоин поклонения. И в начале служения, перед общей молитвой, я попрошу вас, давайте мы встанем и прочитаем несколько слов из книги пророка Исаии, 12 глава, 1 и 2 стихи. «Славлю Тебя, Господь! Ты веневался на меня, но отвратил свой гнев и утешил меня. Истинно Бог спасение мое. Буду надеяться на Него и не стану бояться. Господь, Господь моя сила и песнь. Он стал мне спасением». Господь моя сила и песнь. Дорогая церковь, братья и сестры, мы сейчас будем молиться и будем поклоняться Богу. Будем петь песнь, которая прославляет нашего Творца. Потому что Он, воистину, достоин этого. Давайте мы помолимся. Дорогой Небесный Отец, спасибо Тебе, Бог, что Ты благословил нас до этого места. Слава Тебе и величие, наш Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Благодарность Тебе, что Ты на этом месте. Просим Тебе, благослови это служение. Просим Тебя, Господи, благослови каждого человека, кто здесь, на этом месте. Пусть Дух Святой касается наших сердец. Помоги нам, Господь, прославлять Тебя, поклоняться Тебе в Духе и истине. Чтобы Ты всегда был прославлен в нашей жизни и во всем, что мы делаем. Наш Бог, Отец и Сын и Святой Дух. Аминь. Давайте мы будем петь песню, когда умолтит звук и музыка уйдет. Субтитры подогнал «Симон» 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 из супругов семейных отношений. Божье благословение, оно не берется ниоткуда. Оно приходит тогда, когда семья основывает свои отношения, свою жизнь, и строит свою жизнь по Слову Божьему. Но я так задумывался, если мы посмотрим на современный христианский мир, на церкви, в частности, протестантские церкви, то можем увидеть, как кризис семьи, он в церквях уже достигает такого кризиса, который мы видим в окружающем нас мире. Я помню, когда мы были маленькие, мы росли в сельской церкви, достаточно консервативной, и как-то раз я услышал, что в соседней церкви разводится молодая пара. Я не помню, может 8-10 лет было, может, много еще не понимал, но я помню, что у меня это вызвало такой шок и непонятные такие вот эмоции. Мы с братом до покаяния мамы, мы росли в семье, мама с папой развелись, мы всю жизнь росли с мамой, и когда, будучи в церкви, я чувствовал это как определенную крепость, я предполагал или как бы видел, что разводу нету места в церкви. Бог это не одобряет, будучи в церкви, мы защищены от этого негативного явления, из-за которого впоследствии страдают дети. Потом со временем такие ситуации стали повторяться все чаще и чаще. Каждый год, я думаю, вы и я, мы слышим, что разводятся христианские семьи, разводятся дети обычных прихожан, разводятся дети служителей, разводятся как бывают служителя, разводятся люди в многодетных семьях, малодетных семьях, абсолютно в каждой ситуации. Многие люди, с которыми мы вместе росли или начинали какое-то служение сегодня, они не в церкви. И стало понятно, что что-то в построении института семьи внутри церкви, что-то пошло не так. Сегодня в мире больше половины браков распадаются. Когда я готовился к пробуде, я листал статистики. И самая такая яркая, которая бросилась в глаза, это в России. С тысячи браков в семнадцатом году распадалось восемьсот тридцать. То есть три из пяти семей они распадаются. В восемнадцатом году пятьсот с чем-то из тысячи они распадаются. И потому что как-то крепче стали отношения, ну, как бы цифры пошли вниз, но потому что люди перестали жениться. И когда в восемнадцатом году был марш равенцев, так называемый, когда отстаивались разные права меньшинства, в частности людей с нетрадиционной ориентацией, то церковь, она очень активно включалась в эти дискуссии, нужно ли нам, как христианам, выходить против, восстанавливать этот марш с плакатами, бегать, как-то протестовать. Или мы должны проводить какие-то вот свои марши в поддержку, ну, отстаивая христианские семейные традиционные ценности. И когда я читал эти многие комментарии, слушал дискуссии, то мне понравилась одна мысль, которую я очень хорошо запомнил. Я не помню, как точно этот человек сказал, но он говорит, что мы кричим людям с нетрадиционной ориентацией, что вы делаете, что это все грязь, что это так не должно быть. Вы погибающие люди, мы выливаем на них, точнее, христиане многие в какой-то такой агрессии, осуждении, выливают на них, может, много грязи. Он говорит, а что мы можем предложить как церковь? Какую альтернативу мы можем предложить? Когда в наших церквях мы разводы достигаем такого уровня, который сегодня присутствует в мире. И он как бы подводит итог этим всем дебатам, осуждениям, он говорит, самый лучший протест против этой всей нечистоты, это тогда, когда мы начнем создавать в своих церквях счастливые христианские семьи. Еще раз скажу ту мысль, которую я сказал в самом начале. Семья, она не запрограммирована, она не запрограммирована на благословенную, счастливую жизнь. Благословение семьи это труд и усилие каждого из сторон этих отношений, как мужа, так и жены. Божье благословение проявляется через построение этих отношений по Слову Божьему. Библия очень много говорит о семье, о том, что должна делать жена, как относиться к мужу, как муж к жене. И когда будут даваться наставления молодой паре, мы об этом услышим. Но я хотел бы, чтобы сегодня также и для нас с вами, для молодых семей, для семей, которые уже рождают детей, для семей, у которых уже много детей, так же, чтобы мы вынесли определенные какие-то семена, которые мы посадим в своих семьях, которые помогут нам изменяться и стремиться к этим прочным, прочным семейным отношениям. Первый момент, первый урок или первое пожелание, которое хотелось бы оставить, это Быдье, 2 глава, 15 стих. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бог дает Адаму два задания. Первое – возделывать, это может быть более понятное для нас. И второе – это хранить сад. Не знаю, задумывались вы или нет, от кого должен был охранять Адам сад. Я думаю, я даже уверен, что это были не животные, это не от ангелов, не от воров, не от других людей, потому что их не было. И так как отсутствует информация, от кого он должен был охранять сад, мы не можем сказать, справился ли он с этой задачей или нет. Но если допустить то, что он должен охранять то, что Бог ему дал от дьявола, то он в этом потерпел фиаско. Он где-то занимался своими делами, где-то отвлекся, где-то, может быть, засуетился. Его жена, она остается одна. И она стала доступной для дьявола. Я хотел бы обратиться к мужчинам. Какое-то время назад Бог подарил к женатым мужчинам. Бог подарил нам прекрасных девушек, которые были красивые, очень много улыбались, они были счастливы. Я уверен, что каждый из вас работает над своей семьей. Но хотел бы задать вопрос. Став вашей женой, дальше ли она продолжает быть такой красивой? Так же ли она счастлива? И так же ли она много улыбается? Хотелось бы сделать такое пожелание. Мы очень много заняты работой. Думаю, каждый, кто приехал сюда, братья, они посвящают этому много времени. Кто-то много занят служением, зарабатываем деньги и прочее, но нужно быть осторожным, чтобы не повторить ту ошибку, которую повторил Адам. Если чрезмерно заниматься какими-то своими делами, работой, командировкой, порой даже чрезмерно заниматься служением, есть опасность оставить свою жену и отношения с женой уязвимыми для дьявола. Бог нам доверил, ухаживая за этим прекрасным садом, за нашими женами, за нашими детьми. Храните эту процедуру. Поэтому первый урок – будь стражем своей семьи. Не перегружай себя слишком другими заботами, слишком работой. Потому что можно заработать все деньги, но смысл, если ты потеряешь свою семью. Второй урок – второзаконие, 7 глава, 26 стих. Не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятиям. Бог, Он очень любил свой народ. Он очень много тех правил, которые Он оставил, заповедей в законе также. Это все было направлено для того, чтобы сделать этот народ счастливым. И также Он уделил долг свое внимание семьям и отдельным домам. И Он говорит, что Он запрещает для того, чтобы семья была благословенной, запрещает носить мерзости в домах. Значение слова «мерзость» – это что-то то, что вызывает отвращение, что-то ненормальное и неестественное. Как мы можем применить эти слова к семейному отношению? Я думаю, если бы это была какая-то семейная конференция, то можно было бы говорить более прямым текстом. Но вроде бы читаем книгу Левит, 10 глава 1-2 стих. «Надам и Авиуцин и Аароновы взяли каждой свою котельницу и положили в них огня, и вложили в него курение, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не велел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они перед лицом Господнем». Я так задумывался, в чем заключалась ошибка этих людей, за которые они поплатились своими жизнями. Будьте внимательны, семейные. Их ошибка заключалась в том, что они зажгли свои котельницы не от жертвенника, который находился внутри двора, они внесли этот огонь внутрь, снаружи. Урок для каждого из нас, для мужа и для жены, это то, что та страсть, которая должна быть между мужем и женой, та любовь и желание друг друга. Они не должны быть, как-то вноситься со стороны, что-то увидел, что-то услышал, что-то насмотрелся, и у меня с женой появилась какая-то страсть. Любовь и такие близкие отношения должны раздаться в чистых семейных отношениях. Это должно рождаться внутри, этот огонь должен браться с жертвенника. Потому второй урок. Будь внимателен, что ты вносишь в свой дом и что является источником твоих чувств. Третий урок, вторая книга Царств, шестая глава с девятого стиха. Но сначала я скажу вам пару слов, чтобы понять контекст того, что будет происходить. В этой книге говорится о том, как однажды ковчег захватили филистимляне. И когда они привезли его к себе, у них началось очень много несчастья, и Бог их очень жестоко довольно наказывал. Они не знали, как обращаться с этой святыней, с ковчегом. И они потому его отправляют назад к израильтям. И в определенный момент Давид решает перевезти этот ковчег в Иерусалим. Но он тоже до конца, когда мы читаем эту историю, не знал, как обращаться с ковчегом. Вместо того, чтобы его нести священники, его возят на телеге. И также здесь вспоминается история с Озой, который решил придержать ковчег и, дотронувшись до него, он умер. И дальше написано с девятого стиха. «И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне ковчегу Господня? И не захотел Давид везти ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил ее в дом Авидара Гефянина. И оставался ковчег Господень в доме Авидара Гефянина три месяца. И благословил Господь Авидара и весь дом его. Когда донесли царю Давиду, говоря, Господь благословил дом Авидара и все, что было у него ради ковчега Божия, то пошел Давид и с торжеством принес ковчег Божий из дома Авидара в город Давидов». Написано, что Давид, он не хотел разместить у себя вот эту святыню, он оставляет ковчег в доме человека по имени Авидара. Также до того, как Давид забрал ковчег для транспортировки в Израиль, в Иерусалим, то он также находился в другой семье тоже обычного человека. И как в одной и во второй ситуации написано, что когда ковчег был в этих домах, и здесь даже особо подчеркиваю, несколько раз эта мысль повторяется, когда ковчег был в этих домах, Бог обильно благословлял эту семью. Независимо от того, были ли они обязаны принять этот ковчег или они добровольно на это согласились, результат один, Бог их благословлял. Я уверен, что как и муж и жена, каждый из нас хочет, чтобы наши семьи были благословены как духовно, так и финансово. И мы для этого очень много трудимся, много очень планируем. Но хотел бы, чтобы эта история, она еще раз напомнила, что для того, чтобы наши семьи имели благословение, в наших семьях должно чувствоваться Божье присутствие. Очень много христианских семей держат Бога на расстоянии. Они говорят о Нем в церкви, может быть, они говорят о Нем на работе, на улице, но почему-то они молчат о Нем в своих домах и по отношению к своим детям. Господь также хочет, чтобы двери наших домов, они были для Него всегда открыты. Чтобы мы всегда были готовы принять странников, готовы принять гостей, служителей, хористов и прочих. Такие семьи будет Бог благословлять. Поэтому третий урок, пусть двери твоего дома будут всегда открыты. И четвертый урок, это может быть последний, ввиду клинической времени. Это та же самая история, когда Давид с ковчегом, он ходил в Иерусалим, он шел впереди. И написано в 2-й книге Царств, 6-я глава, 14-го стиха. Давид скакал из всей силы пред Господом, одет же был Давид в льной и форт. То есть поддержка священника. И 16-й стих. «Когда уходил ковчег Господень в город Давида, в Милхола дочь Саула смотрела в окно, и увидев царя Давида, скачущего и плящущего пред Господом, уничижила его в сердце своем». Для Давида это был особенный день. Это был для него день особенной радости. Он проявлял эту радость, свои эмоции, выплескал, как только он мог, как это он чувствовал. И написано, что он скакал со всей силой. И для царя это было немного, возможно, странно выглядело. И Милхола, его жена, она смотрела с окна на его поведение и сделала вывод в своем сердце. Другими словами, она его в каком-то смысле осудила. И это бывает обычно, когда ты смотришь на что-то со стороны. Ее сердце, оно не было с Давидом. Оно просто наблюдало с окна. Оно не переживало тех же самых эмоций. Ей было очень тяжело понять то, что он чувствует. Из 20 стиха написано, что «Когда Давид возвратился, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабыни и рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». Дорогие друзья, четвертый урок, который хотелось бы сделать для людей, которые уже для нас находятся в браке. Возможно, твой муж или твоя жена сейчас также переносит ковчег в то место, где он должен находиться. Также участвует в служении, так же само посвящает много времени, есть особые переживания. И Священное Писание призывает к тому, чтобы мы старались быть рядом со своими супругами в служении. Когда мы приходим домой, у нас есть усталость не только от работы, когда жены приходят после служения не только от работы. Если мы будем рядом друг с другом, то мы будем понимать, почему есть такая, возможно, чрезмерная радость, почему есть чрезмерная усталость. Мы можем дать какие-то советы, мы можем просто быть рядом и понимать своего мужа или жену. И эти уроки, их можно было бы продолжать и говорить об этом очень много, потому что этих ситуаций очень много в нашей жизни, и они требуют особого такого внимания нашего, потому что какая-то неосторожность в том или в том действии они могут испортить отношения с женой или мужем, и их будет тяжело восстанавливать. Нужно поступать мудро. Но хотел бы сделать также маленькое обращение не только для семейных, но также для тех, кто смотрит на семьи. Знаете, иногда бывает слышать такую, может, критику, может, не знаю. У каждого в семье есть свой какой-то уклад. Когда молодая пара начинает отношения, то у них еще идет притирка характера, возможно, они могут повысить друг на друга тон, где-то там крикнуть, где-то там неправильно как-то сказать. Когда маленькие дети бегают, то тоже очень хочется поучить этих родителей, как нужно ухаживать или смотреть за своими детьми. Но хотел бы, чтобы мы поучились от Марии, матери Иисуса. Когда она пришла на пир в Калму Галилейскую, и там одна молодая пара также женилась. И у них была своя суета, своя жизнь, они что-то мечтали, шептались, им было весело. И они не уследили, что закончилось вино. И когда Мария это заметила, она не начала их упрекать, как-то возмущаться или говорить там за спиной, что посмотри, как они так не подумали, не продумали этот момент. Но она с этой нуждой идет к Иисусу. Если вы хотите, чтобы в церкви были благословенные дети, благословенные семьи, то хотел бы обратиться к каждому, абсолютно каждому, молодежь или у вас есть дети, вы в браке, не в браке, молитесь за семьи в нашей церкви. Молитесь за молодые пары, которые только на этапе подготовки к бракосочетанию. Молитесь за детей, которые подрастают, это будущее поколение церкви. Как вывод вышесказанному всему, хотелось бы еще раз прочитать этот золотой стих, Псалом 126, это первый стих. «Если Господница зиждет дома, напрасно трудится строящий его». Первый вывод – строй свою семью по Слову Божьему, чтобы иметь благословение. Второй урок – соседай семью, прилагай особые усилия. Работай над отношениями со своей женой. Если что-то пошло не так, то не забрасывай ее, старайся до захода солнца примириться с нею, выясни. Узнавай, чем она живет, за что она переживает, за что она думает. Уделяй должное внимание своей жене и своим детям, чтобы их не потерять. Давайте создавать будем крепкие семьи, семьи, которые станут примерами проповеди для окружающего нас мира. Аминь. Будем молиться. Любящий Господь, я благодарен за Твою безмерную, безграничную любовь к нам, людям. Благодарен за то, что Ты знаешь нас, за то, что Ты проникаешь в наши сердца, Ты знаешь наши переживания, наши проблемы. Ты также видишь современную церковь, Твою невесту. Ты видишь семьи внутри церквях, ты видишь, что это основа церкви. Помоги, благослови, я поставил особенную защиту вокруг церквей, вокруг семей, также в нашей церкви. Благослови те отношения, которые только строятся, чтобы они строились в чистоте. Благослови детей, которые воспитываются в нашей церкви. Благослови каждую пару, молодую пару, пару, которая уже прошла какой-то отрезок пути работать над своими отношениями. Заботиться о своих женах, о своих мужьях, о своих детях и не подпускать дьявола, чтобы он не имел доступа к нашим отношениям. Помоги вместе искать Тебя, вместе познавать Тебя и становиться одним целым. Будь благословен через наши семьи, через наши отношения. Аминь. 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 Я прошу Тебя, лишь тогда хочешь видеть Ты. Извини меня, своей силой любви. Пусть по кругу будет любовь Твоя, Смею я, стану сильней. О, как я жду, чтоб расправить ты. Извини я, забоем быть виновным, И следовать в стране, в поле чудной войне. Я прошу с Тобой, встретить Савецом. Иисус, чтоб узнать любовь на мне Твою. Огнави меня, Твою Свою. Огнави меня, Твою Свою. Огнави меня, Твою Свою. Пусть, святую, будет лишь любовь моя. Сею я, старую сильней. Пусть, святую, будет лишь любовь моя. Пусть, святую, будет лишь любовь моя. Сею я, старую сильней. Пусть, святую, будет лишь любовь моя. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Брак – это завет. Завет между мужчиной и женщиной. И этот завет, он заключается не только в правовом аспекте, но и в духовом аспекте. И брачный завет заключается между вами и Богом. Вы вступаете в завет, и это навсегда. У вас нет больше вариантов. Это навсегда. И я рад, что у вас есть такое желание, чтобы церковь молилась. Чтобы церковь просила благословения на вашу семью. И знаете, когда мы говорим о семье, то мы должны сказать, что именно любовь соединяет двух людей. И именно о любви сегодня я хотел говорить с вами. Со всеми. Можно? Давайте тогда мы приступим. Апостол Павел говорит, что ибо любовь Христова объявляет нас. Другими словами, любовь – это единственное, что может объединить. Другими словами, если даже вы в зале, и вы чувствуете какое-то разъединение, то если нет любви, если нет любви Христовой, тогда не будет ничего, что будет объединять. Не будет этого связующего элемента. Не будет этого средства, соединяющего это клея. И этот клей – это есть любовь. Это любовь, которая может быть от Бога в первую очередь. Но вы знаете, любовь – любовь – это то, что Бог задумал, чтобы оно было в супружеских отношениях. Любовь – это то, чтобы было в каждой паре, в каждой семье. Любовь – это то, без чего семья просто не представляет собой существование. И именно так Бог через Писание, через Библию показывает, что Христос, Он любит свою церковь. И Он показывает, что муж будет любить свою жену. Именно Он показывает, что церковь любит Христа в ответ. Мы с вами церковь, дорогие друзья. И мы с вами показываем, что мы любим Христа. Мы любим Христа неподдельной, истинной любовью, которая не только в сердце, но она и в нашей душе, в нашем во всем, что мы есть. И я хочу прочитать место из книги. С книги, которая так нравится молодым людям. Это книга «Песни песней». Это книга, которая вызывала дискуссии в разных поколениях. Это книга, которая показывала даже для еврейского народа, что Бог, как образ, не только между двумя людьми, которые имеют какое-то страстное влечение друг к другу, но также между народом Божьим и Богом. И дальше, когда в 3 веке блаженный Иероник переводил ее на латынь, он тоже увидел и подчеркнул, что именно в этой книге мы можем увидеть образ того, как Христос любит свою невесту церковь. И это прекрасная книга, которая по-настоящему может показать нам, как невесте, молодой жене формировать зрелую любовь к своему возлюбленному. И мы пройдем несколько моментов. Я буду обращаться к тебе, Александра, к тебе, Михаил. Буду говорить некоторые вещи. Может, вы всего не запомните, но запомните одно. Любовь Божия, которая будет в ваших сердцах, она сделает вас одним. Эта любовь Божия будет продолжать объединять вас. И текст, который всем известен, 8 глава, 6 и 8 стих. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень на руку твою, ибо крепка, как смерть любовь, люта, как преисподня ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, а на пламени весьма сильные». Давайте поговорим еще о любви. Любовь – это единственный путь. Любовь – это сила. Любовь – это страсть. Любовь – это больше, чем мы можем представить. Любовь – это не просто чувство. Ведь когда двое людей любят друг друга, Любовь ты ощущаешь, когда кто-то заботится о тебе, Когда кто-то помогает тебе, Когда кто-то переживает за тебя, И ты это чувствуешь, ты это переживаешь, И ты с этим живешь, и весь мир тогда прекрасен. И тогда все кажется, что все хорошо вокруг. Тогда кажется, что все вокруг просто никак не лучше. Ты чувствуешь любовь, потому что Бог создал каждого человека, Чтобы он был чувствителем к любви. Каждый из нас очень может хорошо различить, Когда его любят, и когда его не любят. Поэтому не надо рассказывать каждому, что такое любовь. Вы это все чувствуете. Вы это чувствуете. Но любовь, конечно же, это заботиться о человеке. Заботиться о человеке другом, не о себе. Заботиться о человеке, который рядом. Библия наполнена темой любви. Потому что мы читаем в Новом Завете Любимый ученик Иисуса, Он говорит, и это первое послание Иоанна, Четвертая глава, седьмого стиха, Возлюбленные. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога. И этот человек, который любит, он знает Бога. Почему? Почему так много этого слова? Потому что Бог есть любовь. И когда ты берешь Библию, она вся о любви. Вся Библия о любви. Потому что любовь, Одной из характеристик ее, она отдает. Она не принимает. Она отдает. Когда мы читаем, что Бог есть любовь, Он отдал первую. Бог первый отдал. Это для нас каждого слова. Друзья, если вы пара, если вы еще не пара, если вы планируете, подумайте об одном. Если вы не научились отдавать для другого, отдавать внимание, отдавать помощь, отдавать почтение, отдавать честь, отдавать то, что вы имеете, не принимать только. И когда мы говорим о любви, это речь вообще не о тебе. Речь о другом человеке. Это действие. Любовь это сила. Это действительно огромная сила, которая изменила мир. Поэтому, что когда Христос пришел в мир, весь мир поднялся. Все стало другим. Когда Бог приходит в твою жизнь, все становится другим. Мир становится другим. Когда любовь приходит в жизнь каждого. Когда она пришла в вашу жизнь. У вас все стало по-другому. Я не сомневаюсь, что это сила. Это сила любви, которая способна поднимать, восстанавливать, соединять, сделать с двух одно. Любовь это сила, которая способна показывать, как жить, как быть настоящим человеком, как по-настоящему быть тем, кто именуется словом человек. Вы знаете, когда вы читаете книгу «Песни-песни», там описывается о разных ситуациях в жизни невесты. И я хочу сказать, что ваша жизнь, она не всегда будет такой прекрасной, вы в таком белом, чудесном одеянии, если бы у нас была возможность приблизить, как сияет украшение на платье. Это невеста. Она прекрасна. Жених ее любит. Муж любит свою жену. Муж любит ее. И разные обстоятельства в жизни, они помогают эту любовь делать сильнее. Когда вы читаете «Песни-песни», то невеста проходит весь путь, когда любовь ее отвлечения переходит действительно полноте к совершенной такой величественному действию. это действительно зрелая любовь. Обстоятельства в жизни будут делать вас зрелыми. Цените это время. Цените время трудностей. Они делают вас зрелыми. И делают зрелыми вашу любовь. Михаил, будь всегда со своей супругой рядом. Во всех обстоятельствах. Книга «Песни-песни» показывает, что невеста подвергалась разным нападкам, разным переживаниям, потому что мы читаем «Большие воды не могут потушить любви». Что это «Большие воды»? Воды – это всегда символ и образ, обстоятельств, которые давят на нас. Которые просто хотят, чтобы эта любовь прекратилась. Но любовь сильна. Она проходит через разные обстоятельства. Она просто становится более крепкой. И полностью зрелая любовь. Я хочу пожелать вам, чтобы ваша семья базировалась, держалась на этой зрелой любви, которая от Бога, которую только Бог может дать в ваши сердца. Дорогие верующие все, вы можете быть только с Господом тогда, когда ваша любовь к Нему, она зрелая. Это тогда, когда Бог не ответил на вашу молитву сейчас и сразу, вы продолжаете любить Его, потому что Он первый возлюбил вас. Любовь зрелая – это тогда, когда вы прошли через все обстоятельства и все равно сказали, «Бог, я люблю тебя. Спасибо тебе, Господь!» Когда вы откроете уже окончание главы, вообще книга о песне-песне была написана Соломоном в 10 веке до Рождества Христова, то есть тысячи лет назад. Вообще Соломон написал тысячу пять песен, многие из которых умещены в эту книгу. И вот последние песни, которые, как у нас, поделены на седьмую и восьмую главу, они уже говорят о зрелой, о зрелой любви в этой невесте. Зрелой любви у этой, которая ожидает своего жениха. Это образ не только церкви, но и каждой женщины, каждой жены, которая имеет своего мужа. Она уже говорит, не только любуясь собой, не только думает о себе, но когда она зрелая, она уже думает о нем, о возлюбленном. Она говорит, 7 глава 11 стих, «Я принадлежу другу моему, и ко мне обещано желание его». Ты уже не себе принадлежишь в семье, ты принадлежишь мужу, Михаилу. И речь вообще в семье не о тебе, а речь о том, что вы вместе. Ты принадлежишь ему. Он ответственен за тебя. Он глава семьи, он обеспечитель, он священник в семье, он должен тебе служить и помогать. Это твоя ответственность и забота, Михаил, на всю жизнь. На всю жизнь. И мы будем в конце давать эти обещания. Ты будешь говорить это вслух, перед небом, перед всеми свидетелями, которые только будут слышать. И это навсегда. Это то, что должно исходить из сердца. Из сердца каждого мужа, из сердца каждой жены. И когда вы открываете восьмую голову, мы смотрим на образ этой прекрасной невесты, когда в начале глава она любовалась своим украшением, потом были обстоятельства, когда ее избивали, когда она терпела разные сложные моменты в жизни. И тут, восьмая глава, пятый стих, мы читаем образ. Кто это? Восходит от пустыни, опираясь на своего возлюбленного. Смотрите, интересно написано. Она уже не идет гордо, величественно, одиноко, сама. Я сама могу. Она уже опирается на него. Потому что, когда ты идешь от пустыни, пустыня, это всегда место, где Бог говорит. Семьи, проходили ли вы пустыню в своей жизни? Когда Бог говорил в ваших сердцах, когда Бог хотел сказать что-то, что вам нужен Он, потому что пустыня, это Мидабар, и Бог говорит, это же слово по-еврейски, оно звучит, разница в одной буквы, Мидбар. А суть в том, что даже сложные обстоятельства, они даются в жизни семей для того, чтобы Бог проговорил к ним. И они услышали его. Услышали в чем? Что им нужен другой человек. Они нужны друг другу. Они не пройдут сами. Написано, двоим лучше, нежели одному. И когда она выходит от пустыни, она уже опирается на Него, потому что Он поддерживает ее. Это образ мужа, жениха. Это образ старшего Иисуса, который поддерживает церковь, которая проходила и проходит, и еще будет проходить через сложные обстоятельства. Кем бы ты ни был, пустыня в твоей жизни не случайна. Она нужна. И не думайте, что почему я говорю о пустыне на таком торжественном мероприятии. Потому что это то, что ждет нас в ближайшем будущем. И если ты не поймешь этой истины, ты будешь бегать по углам жизни, пытаясь найти что-то, где привлекательные вывески будут обманывать тебя. И ты будешь думать, что вот это мне нужно. Вот эта реклама, этот блеск огней. Но семья, в которой есть Господь, она действительно соединена в сложных обстоятельствах. Положи меня, как печать, на сердце свое, как перстень, на руку мою. Ибо крепка, как смерть любого. Вы знаете, когда мы говорим о любви, она сильнее всего. Она сильнее смерти. Потому что, смотрите, смерть, а это сильная власть. Пока мы живем на земле, смерть работает. Мы будем говорить, что вы вместе, пока смерть не разлучит вас. Но любовь сильнее смерти. Потому что любовь привела Иисуса на крест, и потом Он победил смерть. И любовь Иисуса, даже когда жизнь ваша закончится здесь, она поднимет вас, и вы будете вместе с Ним в вечности. И речь не только о вашей жизни здесь земной, речь не только о нашей жизни земной, но речь о вечности. Любовь Христова, она всегда будет нас объединять и вести к небесам. Михаил и Александр. Согласны ли вы зависеть друг от друга? Зависеть так вот, что всегда опираться друг на друга в любых обстоятельствах? Согласны. Ведь на самом деле брак это завет. Завет это навсегда. Бог есть свидетель этого завета. Когда мы читаем этот текст, положи меня как печать. Печать это всегда что-то для того, чтобы зафиксировать, закрепить, для того, чтобы это сохранилось, это запечатано. Все мы рождены свыше, запечатаны Духом Святым. Но Господь просит, пригласите меня, чтобы я сохранил вашу любовь во всех обстоятельствах. Готовы ли вы всегда обращаться к Господу, когда будут самые сложные обстоятельства? Это Он один только может сохранить вашу любовь. Он один только может действительно благословить ваш союз. И всегда дать вам возможность быть любимым и любить. Это от Бога. Только Он это может сделать. Крепка, как смерть любого, люта, как преисподня. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. Пламень это огонь. Когда мы говорим о любви Божьей, это говорится о том, что Бог разжигает огонь, который сильнее даже воды, даже обстоятельств. Если сегодня ты, как верующий, может, ослабел, может, ты в сомнении, я хочу сказать, что только огонь Божьей любви может тебя восстановить, чтобы ты опять плылал, чтобы ты опять горел для Него. Если случайно вы ослабеете или случайно вы охладеете друг друга, потому что Библия говорит, по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Когда любовь ваша охладеет, идите к Иисусу, чтобы Его огонь, огонь Его любви, Он воспылал ваши сердца, сердца друг другу. И здесь не идет речь о том, что мы говорим только о молодых людях. Когда вам 20 или чуть-чуть больше, если вам 40, если вам 60, если даже больше, и вы имеете еще в семье, вы имеете мужа и жены, простите Господа, и Он даст вам любовь в ваши сердца, любовь к Нему и любовь друг к другу. Это то, что действительно сделает вас очень сильно близко друг к другу. Если вы первый год, и вы проходите вместе, и проходите какие-то сложности, все равно только любовь Христа может дать вам это желание служить в семье друг другу. Ну хорошо, мы говорим так много о любви, о любви, но там написана еще одна категория любви, ревность. Когда приходит любовь, другая часть это ревность. Принято не говорить о ревности. Кто-то наоборот сгорает о ревности. И вы знаете, когда говорим о Божьей любви, то с Божьей любовью приходит и Божья ревность. Написано в исходе, что я Бог ревнитель, другой текст говорит, что я никому не отдам своей славы. Бог очень тревожился, когда народ израильский делил свою любовь с кем-то другим. Ревность. Это чувство нам кажется противоположное любви. Мы говорим о ревности, которая от Бога это здоровая ревность. Это ревность, которая говорит Александр, ты, твои чувства, твое сердце, твое тело принадлежит только одному и больше никому. Ревность это то, что подтверждает верность одному мужу, одному супругу. Но это же касается и тебя, Михаил. Потому что, как мы читаем, люда как преисподня ревности. Некоторые мужчины, они сгорают от нездоровой, параноидальной ревности. Они просто не дают возможность женщинам вообще социально жить. Они блокируют их, они смотрят, контролируют каждый год, каждый шаг своей жены. Я не об этом говорю. Это нездоровое, это недоверие, это недоверие, а написано любовь всему верит. Поэтому ревность это то, что наоборот тебя влечет к тому человеку. Бог нас не хочет делить ни с кем. И Бог не хочет, чтобы и мы делили себя еще с кем-то. Если мы любим Бога, Он один. Если мы любим жену, она одна. Если вы любите мужа, только Он есть объектом вашей любви. Поймите это. Поэтому я сейчас мы говорим о духовной части, но сейчас несколько слов о практической части. Когда вы открываете песни песней, то 2 глава 4 стих написано «Знамя надо мною любовь». Пронесите любовь через всю вашу жизнь, через все обстоятельства, через все ситуации. Написано невеста или жена говорит «Он вел меня в дом пира и знамя надо мною его любовь». Любите искренне друг друга, горячо и нежно, непритворно. Ищите всегда общение и друг с другом, и с Богом. Вы знаете, восхищайтесь вашей друг другом. Михаил, восхищайся Александрой. И не только когда она молодая, но все дни своей жизни. Александра, восхищайся Михаилом. Уделяйте время для общения друг с другом. Это очень важно. Ваш дом общения строится тогда, когда вы уделяете время друг для друга. Ты знаешь, узнавайте друг друга. Вымучивайте друг друга. Написано в первой главе 14-15 стих песни песней. Жених говорит, о, ты прекрасна, возлюблена моя, ты прекрасна, глаза твои голубиные. И она отвечает ему, о, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен. Говорите друг другу добрые слова. Не критикуйте друг друга, но говорите друг другу действительно проявление своей любви. И дарите друг другу внимания, хвалите, пообщайте друг друга, наслажайтесь друг другом. Вы знаете, мы говорили о любви, о ревности. Другими словами, сохраняйте верность друг другу в любых обстоятельствах, какие бы они ни были. Вторая глава песни песней, 16-ый стих написан. Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. Не делите себя ни с чем, ни с кем больше. Вас не существует для других. Это важно. Если вы молодые пары, заметьте это, не делите себя с другими. Не говорите, да я просто прогулялся, прогулялась под луной, случайно, чтобы не скучно было. А жена с ребенком, или жена там убирает дом. Нет, гуляйте вместе. Будьте вместе. уважайте и чтите своего возлюбленного и возлюбленных больше, чем кого-либо другого. Когда речь о семье, это речь о том, что двое стали одним. Бог вас соделает одним. Это никогда не говори о Михаиле плохо перед другими людьми. И Михаил, никогда не говори плохо о своей супруге перед другими друзьями или другими людьми. Всегда говорите хорошо. Какие бы вы не проходили пустыни, всегда говорите хорошо. Это очень важно. Потому что любовь это самое драгоценное сокровище на земле. Любовь это совокупность совершенства мечтаний. И пусть ваша любовь действительно будет как пламя огненный. Пусть она разгорается в ваших сердцах всегда. Пусть любовь она будет неистово сильной. Пусть она будет крепка как смерть. Смелая побеждающая страх. Побеждающая страха. И победить страх может только любовь. Если вы боитесь чего-то говорите о любви друг с другом. И любой страх он уйдет из вашей жизни. Я хочу спросить вас обоих. Слушая вот такие наставления из Библии, из Писания о любви, о том, что верность навсегда, готовы ли вы строить вашу семью на этом основании, на основании Библии? Готовы? Готовы? Готовы ли вы строить вашу жизнь, чтобы быть образцом для других людей, потому что вы люди, которые знают своего Бога? Тогда я спрошу тебя, Михаил, желаешь ли ты, чтобы Александра, она стала твоей женой, жила в законном браке, который благословлен Богом? Обещаешь ли любить и уважать ее, беречь ее во всех ситуациях вашей супружеской жизни? Готовы ли ты быть верным и преданным супругам, мужем, ей и только ей во все дни в радости или печали, в бедности или достатке, в здоровье или болезни до того момента, пока смерть не разлучит вас или Господь не придет за своей церковью? Вопрос к тебе, Александр. Желаешь ли ты, чтобы Михаил был твоим законным супругом в освященном Богом браке? Обещаешь ли ты повиноваться ему и только ему, уважать и беречь его во все дни жизни вашей совместности? Готовы ли ты быть верной, преданной ему и только ему? В дни радости или горе, бедности или достатке, болезни или здоровье, как велит Господь до того момента, пока смерть не разлучит вас или Господь не придет за своей церковью? Они соглашались на все эти слова. Они соглашались на все, что мы говорили. Сейчас мы переходим к такой части и перед молитвой я попрошу, чтобы и Михаил, и Александра они сказали обещание. Михаил, повторяй за мной, пожалуйста. Я торжественно провозглашаю, что я Михаил беру Александру Высовскую в законную жену. начиная с сегодняшнего дня и в дальнейшем в лучшем или худшем в богатстве или бедности в болезни или здоровье я обещаю нежно любить ее, пока смерть не разлучит нас или Господь не придется за своей церковью. Александра, он обещал перед столькими свидетелями, перед небом, перед тобой ну и конечно обращение к тебе. Александра, повторяй, пожалуйста. Я торжественно провозглашаю, что я Александра Высовская. Беру Михаила Адулаева как законного супруга в благословенном Боге браком. И начиная от сегодняшнего дня и в дальнейшем в лучшем или худшем в богатстве или бедности в болезни или здоровье. Я обещаю нежно любить его, пока смерть не разлучит нас или Господь не придет за своей церковью. Вы слышали обещание, которое говорила Александра. Это то, что сейчас дает возможность нам молиться. Это то, что сейчас дает возможность просить Бога, чтобы Бог из двух дорог сделал одну. И давайте мы сейчас будем молиться. Я попрошу вас встать тогда для молитвы. Сначала будет молиться Александра, потом будет молиться Михаил, и потом буду молиться им. И вместе церковь, я прошу, поддерживайте, пожалуйста, молиться, чтобы Бог благословил прожить. Боже, прошу, Бога, славяне, прошу, чтобы пребывало за тобой. Дякую тебе, Боже, за то, что нашу семья, нарешті, разом с Богом, за то, что смешал и шел до этого. Боже, дякую тебе за наше життя, за то, что мы сейчас маем, за все тебе. Дякую. Дякую тебе за нашу здорового сыночка, за цю церковь. Боже, дякую тебе. Если бы не они, то нам не было. То цей день был глубоким. Боже, дякую тебе за то, что ты всегда в трудной, Елена, всегда с нами, рядом. Дякую, что и в горы наши, и наши, какие-то трудные, ты всегда с нами, Боже. Дякую тебе за все. Обещаю, завжди любить Мишу, завжди обещаю бути рядом с ним, все трудные, в поле. Дякую тебе, более достойные. Боже, я дякую тебе за цей день, за цю церковь, за твоё благословение. Прошу тебя благослови, на руках. Поможи нам, в тебе, в твоем описании. Благослови нас, все наше. Идет дальше, ты. Дякую тебе, сыночка, благослови его, так же. Поможи нам, чем мы нуждаемся. Дорогой небесный отец, мы, дети твои, и на руках молитвы приносим, Господи, этих двух молодых людей. Как церковь просим тебя, чтобы ты благословил и заделал из двух одно, Михаила, Александру, их семью. Благослови своим отцовским благословением, которое печали не приносит и которое обогащает. Просим, Господь, чтобы в разных моментах Божия, твоя любовь их объединяла, соединяла и сделала из двух одно. Дай им, Господи, стойкости и смелости. Дай им верности. И дай им, Господи, всегда быть вместе. Мы просим, Господи, чтобы ты благословил и их детей, благословил их будущее и Божие. Помог решить все вопросы, которые связаны и с пребыванием здесь больше. И, Господи, с развитием их семьи благослови их, Господь. И как церковь мы просим тебя, чтобы ты, Господи, наполнил их своей благодатью. И пусть Дух Святой, Он, Господи, наполняет их жизнью, чтобы каждый видел и понимал. Они знают тебя, своего Бога, и исповедуют и поклоняются тебе, нашему великому Богу, Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Аминь. Аминь. Давайте, пожалуйста, вы поднимитесь. И мы молились. Мы просили Божьего благословения. Мы просили, чтобы Бог был всегда в вашей жизни. И мы рады, что это случилось. Это был долгий путь, но это путь был с Господом. И сейчас я хочу, чтобы вы надели эти кольца друг к другу. Михаил, возьми, пожалуйста, кольцо и, одевая, говори, я даю тебе это кольцо как знак того, что мы обещали друг другу в этом деле. ваше ваше Александр, тоже одевая кольцо, говори, я дарю тебе это кольцо в знак того, что мы обещали в этот день. И как кольцо не дает в начале и конца, так и ваша любовь и ваше пребывание вместе не будет иметь конца никогда. В трудные моменты жизни смотрите на ваши кольца, покажите эти кольца в зал и всем, кто здесь. Сына, сомнительная кольца и это прекрасно будет здесь. Можете поздравить на кольце. и кольце. 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 И церковь. Мы в праве на основании писания и молитвы провозгласить их прав благословенным богом и объявить их законным мужем и женой. В итоге мы можем сказать о церкви и дать вам свидетельство потому что они прошли длинный курс подготовки к тому, что были вместе. и конечно свидетельство о венчании сегодня я прочитаю здесь так хорошо написано свидетельство о венчании и дам им одно сердце и один путь. 20 января 2019 года согласно Божьему постановлению образцу, которое он дал для подражания в бытие вторая глава на основании того, что вы имели и помолвку и имели регистрацию брака вместе совершено венчание брата Михаила Абдулаева члена церкви ЕХБ в Варшаве и сестры Александры Высоцкой члена церкви ЕХБ в Варшаве. После составления обета верности наставления Слова Божьего и совершения молитвы благословения объявлено законами супругами во имя Отца и Сына и Святого Духа. Пусть Бог благословит вас. Дорогая церковь, давайте мы помолимся и попросим Божьего благословения. Сейчас в конце еще будет видео на экране. Это видео благодарности. А после служения мы просим всех вас и вас приглашает наша пара в нижний зал. приготовлено небольшое угощение и мы рады будем вместе с вами разделить этот праздник. И мы рады с церковью хоть как-то поучаствовать в их жизни. Спасибо вам, друзья. И, пожалуйста, внимание на экран. Но сначала мы помолимся. Господь Иисус, спасибо тебе, что ты помог для этого места. Спасибо, что ты помог совершить, Господи, это венчание. благослови, Боже, каждого из нас, нашу церковь, каждого брата и сестру, каждую семью. Господь благослови своим благословением. Мы просим, Боже, чтобы ты помог нам действительно проявлять ту любовь, которая в наших сердцах от тебя, проявлять для всех вокруг, для каждого человека. прославься через нас и будь прославлены и возвеличен. Аминь. И сейчас венем.